Станут ли пророческими слова Джохара Дудаева про Украину? Думаю, станут. Джохар Дудаев умнейший человек, умнейший, который, если вы найдете в ютубе его интервью, давнее-давнее, все рассказал, чем будет заниматься дальше Россия. Все сбылось и сбывается. Так, как вы относитесь к нашим политикам-мазохистам, вроде бы патриотам, ездившим на российские ток-шоу? Вы же знаете, как я к ним отношусь. Так я отношусь. Почему Херсон сдали без боя? Этот вопрос повторен много раз. Это предмет разбирательств после войны, когда Херсон уже будет украинским снова. Будет ли гуманитарный коридор с участием Красного Креста и ООН на Азовстале для мариупольцев? Я думаю, что нет. Россияне не дадут это сделать, просто не дадут. Где Кравчук Леонид Макарович? Леонид Макарович в больнице, он болеет, к сожалению. Ну, потихоньку-потихоньку поправляется. Он знает о войне, он возмущен, но он еще в таком состоянии, когда не может говорить. Давать интервью, я имею ввиду. Минск вопрос. Дмитрий, вы сильно обижены на белорусов? Я обижен не на белорусов. Я обижен на государство Беларусь. Я обижен на Лукашенко. Хотя слово обижен тут не подходит. На обиженных воду возят. Я презираю его и презираю его государство. К простым белорусам это не имеет отношения. Дмитрий Кучма был больше пророссийский или проевропейский? Кучма был украинский. Украинский президент. При Кучме именно Украина впервые постучалась в двери НАТО. И Кучма сделал для Украины очень много. Очень много. Надо спасать Мариуполь. Что сказать? Конечно надо. Насколько вероятно, что Путин нападет на страны Балтии? Такая вероятность есть. Если, не дай бог, Путин пройдет Украину, проглотит ее. Я не хочу в это верить, но на всякий случай постучу три раза по дереву. Конечно он пойдет на Молдову, на страны Балтии, на Грузию. Он пойдет везде. Или он сейчас получит по морде, или он пойдет дальше. Вот здесь нет чего-то среднего. Так. Да. Да, 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 да. Да, да, да. Спасибо. Много хороших слов. Спасибо. Спасибо. Так. Как думаете, мы пойдем забирать Донбасс и Крым военным путем? Уверен, что да. Уверен, что да. И мы их заберем. Мы свое все заберем. Мы своего никому ничего не отдадим. Вот поверьте. Что вы думаете об Одессе? По Одессе. Ну, я думаю, что Одесса не дастся Путину. Мы не дадим Одессу Путину. Одесса это же мама. Как можно маму отдавать? Так. В России началось восстание. Да нет, не началось, к сожалению. Лучшее интервью вашей супруги спрашивают. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, интервью одной из последних с бывшим ближайшим другом Путина Сергеем Пугачевым, который живет, это миллиардер, который живет во Франции. Это очень интересное интервью. Очень рекомендую интервью Олеси Бацман с Сергеем Пугачевым. Спасибо. Спасибо, спасибо. Что думаете о Макроне? Думаю, что надо больше помогать Украине. Вот что я о нем думаю. То же самое я думаю о Шольце. Надо больше помогать Украине. Помогая Украине, они тем самым будут помогать себе. Они должны это понимать. И пусть забудут про Россию уже. Кроме гадости, они оттуда ничего не получат. Слава Украине, Санкт-Петербург. Спасибо вам. Спасибо, что есть адекватные россияне. По морде получите вы, а Путин пойдет дальше и никогда вам не видать ни Крым, ни Донбасс. Ну, слушайте, мы читаем все точки зрения. Я думаю, что по морде получит Путин и заодно и вы. Тот, кто пишет эти вопросы и письма. Это отвечал, отвечал, отвечал Игорь Тальков. А что Игорь Тальков? Пророческие песни писал Игорь Тальков. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь в страну не дураков, а гениев. Да, это о России будущего. Пока Россия является страной не просто дураков. Агрессивного хамья, жлобья. Боже, какие жуткие люди пришли к нам на нашу территорию в военной форме. Что они вытворяли в наших городах и продолжают вытворять некоторых. Это же кошмар, это 21 век. Кто их воспитал? Кто их на свет произвел? А вы правда гей? Учитывая огромное количество детей у меня, вопрос очень странный. Ни правда, ни гей. Так. Сейчас, 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 сейчас. Что-то еще у меня рассмешили. Так. Дмитрий, как вы думаете, каким образом Путин может быть арестован? Как его достать из бункера? Не знаю, было бы желание, способы найдутся. Найдут. Что будет с нашим Херсоном? Я надеюсь, что ничего страшного. И скоро наш Херсон по-прежнему будет нашим. Во всяком случае, по тому, как наши доблестные войска пробомбили немножко спецобъектов в Херсоне этой ночью, вы понимаете, что мы Херсон не отдадим. Так. Поддержите, пожалуйста, Максима Галкина. Вот. Я его и поддержал. И я еще раз хочу сказать им большое человеческое спасибо за его поступок. Я очень ценю людей, способных на поступки. Футболист Тимащук почему молчит? Может, он имел. Вы любите чипсы? Нет. Ну и последний вопрос. Сейчас найду поинтересней. Такой поинтересней. Как вы считаете, этой войной управляют люди, которые стоят над президентами или мирового правительства не существует? Я считаю, что мирового правительства не существует. Я считаю, что существует мировая подлость, мировая низость, мировой цинизм, мировая гадость. И воплощение всех этих качеств – это фашистская Россия и лидер фашистской страны, президент ее Владимир Путин. Главный фашист сегодняшнего дня. И я считаю, что наша прекрасная героическая армия сделает все для того, чтобы мы перестали говорить о фашистской России и о ее фашистском президенте. Спасибо.